Доброе утро, Юля! И у меня есть Саня. О, приятно познакомиться! Приятно познакомиться! Я сейчас у меня на работу. О, окей. Вот так вот почти со знанием английского языка я хочу представить. Но уже русском Валентина Самандасюк, помощник руководителя по работе с клиентами языкового центра. Доброе утро, Валентина! Все верно, доброе утро, доброе утро! Рада вас приветствовать в нашем языковом центре. Вот как раз хотели вас познакомить, показать то, что мы уже готовимся вовсю к новому учебному году. Мы уже и наших преподавателей вывесили на доску почета, да, что они все у нас тут сертифицированы. Все преподаватели готовы к работе? Практически все преподаватели готовы к работе. Там уже идет, идет, идет еще подготовочка, все кипит. И вот расставляется уже расписание, здесь оно... На новый учебный сезон. Да, вы прям попали в настоящую кухню языка, как все это готовится. Хорошо. Валентина, а если говорить о том, как готовятся иностранные преподаватели к работе? Знаете, мы можем даже посмотреть. У нас сотрудничают сами иностранцы, да, и они как раз... Вот, ну, не то чтобы они сейчас готовятся, если честно, они всегда с ребятишками, ребята так соскучились по языку. И пришли посмотреть клип. У нас лагеря проходят каждые каникулы, и они пришли вот посмотреть клипы. Мы не помешаем им, а как именно проходит работа? То есть вот смотрят клип и что? Ну, на самом деле это просто воспоминания с лагеря. Это дети снимают клипы сами, да. Да, это вот, собственно, в главной роли те же самые наши иностранцы, да, которые и тут сидят. Вот, да. Так давайте, мы не будем им мешать. Я думаю, что мы с ребятами увидимся еще чуточку позже и обязательно узнаем уже... Да, собственно, очень интересные моменты. Ребята очень любят это дело, конечно. Валентина, да, если говорить, я поняла, очень креативно готовятся иностранные преподаватели к работе с детьми, не только, а как готовятся наши русские преподаватели? Такие преподаватели готовятся очень серьезно. Да, в отличие от наших замечательных иностранцев, больше творческий подход. А, собственно, здесь у нас такая святая святых, у нас пришли новые учебники, и вот они наши новые учителя. Так, ну тогда попытаем наших учителей. Еремеева Анастасия, преподаватель английского языка. Расскажите, Анастасия, вот нам не удалось поговорить с ребятами иностранными, но я думаю, у нас будет возможность. Как вы готовитесь к работе и к новому учебному сезону? Здравствуйте. Ну, вообще, я занимаюсь с учениками дошкольного возраста и младшей школы. И на наших занятиях у нас большой ассортимент разных карточек, разных игр, также танцевальное и музыкальное сопровождение. И мы делаем наши занятия максимально продуктивно и интересно, чтобы не было скучно, и все задействовали. А если говорить о детях, понятно, с детьми. А вот взрослые, как быть с ними? Преподаватель английского языка при Жерусофии. Расскажите, пожалуйста, вы, как вот вы готовитесь к новому учебному сезону и к работе именно с подростками, с взрослыми учениками? Что касается подростков, для них у нас тоже есть современные методики обучения, современные курсы, которые ориентированы не только на какие-то коммунитивные нужды, так скажем, но и на то, что мы готовим к ЕГЭ и ОГЭ, которые становятся обязательными в ближайшем будущем. Поэтому не стоит затягивать, и нужно скорее начинать обучение. Да, тем более, что сентябрь у нас уже подкрадывается к нам, и нужно думать заранее о том, где и как правильно учиться языку. Смогу ли я когда-нибудь говорить, как Шелдон, и сколько нужно заниматься, чтобы так хорошо разговаривать на английском? Да, точно сможете. При диком желании и усердном рвении к языку, конечно, сможете. И, как Шелдон говорит, года через три. У меня еще есть время. Валентина, скажите, я знаю, что в вашем языковом центре ведь не только можно английский язык выучить, но еще и... Испанский, все верно, да, можно еще и испанский язык выучить. И на самом деле можно не просто приходить к нам на уроки, мы проводим языковые клубы. Можно не быть учеником нашего центра, можно просто приходить на языковые клубы, если вы хотите просто повысить свой уровень языка, если у вас есть уже какая-то база. У нас также есть английский и испанский языковые клубы, поэтому welcome. Для каких возрастов? От четырех и до ста. Серьезно. Ну, мы вот что используем у нас в школе для, скажем так, привлечения детского внимания, да? У нас, видите, оснащение очень хорошее. У нас не кассетный магнитофон, как было у нас в школе, да, если вы помните. Или вот в университете у меня. А у нас свои телевизоры, у нас свои ноутбуки. Каждый класс оснащен именно этим, чтобы дети и визуально воспринимали информацию, и на слух воспринимали информацию. И все учителя, они очень такие живенькие, и прямо так дают информацию хорошо, как детям, так и взрослым. Да. Ведь самое главное найти себе хорошего преподавателя, и тогда язык будет изучаться очень хорошо. Все верно. Главное мотивация, если честно. Это правда. Приходите и вы в языковой центр «Саламанка», сюда, на судостроительную 20. Именно здесь нас сегодня гостеприимно, очень радушно встречают. Мы обязательно услышимся и увидимся совсем скоро, потому что во втором включении для нас, знаю, готовят какой-то сюрприз. Что это будет, нам не говорят, но оставайтесь с нами, совсем скоро мы узнаем, что именно это будет. Ребята, передаю вам слово. Спасибо большое. 7 часов и 56 минут на часах. Нашу программу продолжат советы адвоката, и на этот раз речь пойдет о том, что делать, если... Для меня не только добрая, но и познавательная. Я нахожусь в языковом центре, где прямо сейчас проходят занятия, но более подробно мы поговорим о том, как работают иностранные преподаватели с руководителем центра. Молочкова Елена Ивановна. Елена Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Ну вот именно сейчас вы можете наблюдать, как проходит в нашей школе языковой клуб «Speaking Club». И посмотрите вот эту увлеченность детей. Наши дети, они к нам ездят в лагерь, они учатся в нашей школе более 4-х лет, и мы пытаемся превратить именно английский язык в навык. Вот вы можете познакомиться... Ярослава, ну давай несколько слов о нашей школе. Эта девочка, она живет в нашем доме, Ярослава. Ярослав, насколько я знаю, говорит не на английском, ну и на английском в том числе. Что ты нам сейчас расскажешь? Я живу в этом доме на 15-м этаже, хожу в эту школу уже 4 года, и я занимаюсь английским и испанским. Что-нибудь на испанском тогда нам, пожалуйста, вот тебе задачка. Мне нравится компоменту, мне нравится саламанка. Я... Класс, мне кажется, этого достаточно. Да, спасибо тебе, Яра, большое. Продолжайте занятия. Если говорить о школе, есть ли какая-то философия, насколько дети погружены, почему именно так? Преподаватели или обстановка ли? Знаете, мы постарались максимально отстроиться от общеобразовательной школы. И вот этот интерьер, что очень важно, чтобы дети чувствовали себя как дома. Кстати, мы развиваем не только англоязычное направление, но и, как видите, испаноязычное направление, испанский язык является вторым языком в мире. И есть дети, которые изучают сразу два языка. У нас есть детские группы по испанскому языку для малышей, также для взрослых. Но интерес взрослых к испанскому языку, наверное, знают все, потому что это удивительная страна, которую хотят посетить все сибиряки. Из-за моря, из-за солнца, из-за фруктов, из-за достопримечательностей. Ну вот, можно еще представить... Давайте поговорим о лагерях, которые, я знаю, проводит ваш языковой центр. Насколько можно вот там заняться погружением в языки? Вы знаете, языковой лагерь – это вообще наша гордость. Мы проводим его каждые каникулы – зимние, осенние, весенние, летние. Короткие каникулы – это недельное погружение, летние каникулы – 21 день. Это насыщенная программа. Вы сами знаете, что самое главное у нас есть – это наши идеи и наши дети. Поэтому они вместе снимают клипы, они вместе готовят, они представляют вечерние мероприятия. Это нереально круто. Я знаю, что ваши дети – это особенная гордость. Вот расскажите немножко о тех, кто уже успел чем-то отличиться от остальных. Ну вот, например, Марк. Давай, расскажи. Марк – победитель? Да, Марк является победителем конкурса чтецов Шекспира, на котором он занял первое место. Ну это благодаря языку. Марк, так, ребят, давайте дадим слово Марку. Я тебя спрошу, сколько лет ты занимаешься? Английскими я занимаюсь на протяжении пяти лет. В данной лагере я езжу на протяжении двух лет. Там я встретил новых друзей, сплоченный коллектив. И да, это действительно так. Я являюсь победителем шекспирских чтений. Очень скромный Марк у нас сегодня. Покажи, покажи всем свою талант. Более чем, Марк, Марк браво, более чем, да? Шекспир на английском. Удивительно. Мне кажется, вот после такого хочется встать, пойти и записаться срочно. Пожалуйста, у нас есть уникальные курсы для взрослых, экспресс-курсы. И после трех месяцев вы заговорите. С нашими педагогами, с нашими иностранцами, с носителями языка. Ну, этого гарантировано. Поэтому welcome to Salomanka. Будете цитировать не только Шекспира, но и других классиков. Поэтому, друзья мои, если хотите говорить так же, как Марк, а еще и, возможно, и лучше, приходите сюда на Студостроительную 20. Здесь языковой центр Salomanka, который этим утром нас дружелюбно, доброжелательно встречает. Спасибо огромное, Елена Ивановна Гавриева. А в конце у нас небольшой подарок для вас. Секунду. Удивительно. Это правда экспромт. Валентина, что задумала Елена? Я вам не скажу, потому что вот он уже идет, идет, идет. Нашу школу символизирует Great Britain. Это для вас, пусть стоит у вас студия и радует ваш глаз. Спасибо большое. Друзья мои, чудеса случаются. Спасибо огромное. Кусочек языкового центра и кусочек Британии привезу вам буквально совсем скоро. А пока передаю вам слово. Беру спасибо нашим друзьям. Спасибо. Спасибо, Юлия. Ну и учитывая, что... Субтитры сделал DimaTorzok